Олеся Бондаренко и Анна Лиза Кубо учёные, которые работают в очень сложной, но увлекательной отрасли химии и биологии в генной инженерии. В Таллине есть институт химической и биологической физики, где учёные ставят разные опыты и совершают необычные открытия, но с чего всё начиналось и как получилось, что молодые девушки выбрали своей профессии именно генную инженерию. Мне очень нравилась биология и математика, у меня была прекрасная учительница, и мне стало интересно, как работают все эти биологические системы, и я пошла учить генную технологию. Биология мне всегда была близка сердцу. В детстве я проводила много времени на природе, в деревне. Биология также была одним из моих любимых предметов в школе, так же как и математика, физика и химия. По этим предметам мне удалось получить очень хорошие оценки на экзаменах. Это ещё раз показало мой интерес к естественным наукам. Современная генная инженерия — это ключ, способный открыть двери в мир без болезней, голода и старения. Мы можем включать и выключать отдельные гены, программируя новый генотип, в том числе и человеческий. Человек всегда хотел победить болезни, старость и даже смерть, но пока очень многие недуги остаются хроническими, то есть практически неизлечимыми. Мы решаем проблему хронических язв, и это большая проблема, она даже касалась в том числе моей семьи. У нас тоже много, то есть у нас были в нашей семье такие проблемы, и бабушка с диабетом была, мама, и в принципе вот у меня тоже, к сожалению, пока язв нет. Появилась чуть пониже язва, которая потом разрасталась и разрасталась, эта язва, и она у меня не зарастала 10 лет. Короче, вот через 10 лет, 10-11 лет заросла та, никакие пластические, ничего это не помогало, ни кожу сверху не приживала, ну короче, не закрывалась никак. Вообще она касается сотен, миллион людей, потому что, особенно диабетиков, у диабетиков практически там у каждого, по-моему, четвертого возникают эти раны, они не проходят, они в основном на ступнях, это называется на русском, по-моему, диабетическая стопа. Здравствуйте, можете проходить? Можешь садиться. Давай проверим, значит язва на ноге. Из-за диабета могут возникнуть нарушения кровообращения, сенсорное нарушение, ведь нервы уже не такие чувствительные, особенно на стопах. Легко может произойти какое-то повреждение, например, в обуви оказался какой-то камень, и возникла небольшая микроязва, но так как человек не чувствует ее сразу, то она может постепенно перерасти в более серьезную язву. Вам что вам мешает? Ну, во-первых, куда-то поехать невозможно, мне надо думать о том, что мне перевязку надо где-то делать в течение дня, два раза точно. В дальние путешествия это неудобство с этими перевязочными материалами. По деньгам это дорого все-таки. И, скажем, ну, я не уверена стала в своих ногах, если я могла раньше там туда-сюда бегать, шевелиться. Сейчас я должна по ровной дорожке, потому что любой бугорок в эту рану попадает, это все очень чувствительно, я уже в лес не могу особо идти. Короче, мне нужны ровные дорожки без всяких бугорков, без ничего. Диабетические раны, и они не проходят годами, там часто начинают жить бактерии, там повреждены ткани, и человеку нужна ампутация во многих случаях, и таких ампутаций происходит больше миллионов в год. Потом может возникнуть гангрена, некроз, в язве нет кровообращения. Чтобы этот воспалительный процесс в организме не продолжался, так сказать, то может случиться даже ампутация. Один раз мы посчитали, одна ампутация за 30 секунд, то есть 30 секунд проходит ампутация из-за этой проблемы. И, как ни странно, до сих пор она не решена, как ни странно, 70% вот этих язв, они, в принципе, не лечатся. То есть, кажется, уже много чего победили, какие-то формы рака победили, вот эти хронические раны нет. В фантастических фильмах мы видим истории про чудо-повязки, под которыми раны просто исчезают. Возможно, скоро что-то подобное появится и в нашем мире. Темой моей докторской диссертации были токсикологические профили наночастиц меди и серебра. Другими словами, я изучала наночастицы меди и серебра в отдельных исследованиях. Мы подумали, вместо серебра начнем использовать медь в этих повязках. Обычно там используется серебро, потому что в хронических ранах много инфекций. Эти инфекции, они ведут к гангрению, человека, прям, бывает ампутация, ему надо делать. И даже многие люди от этого умирают после ампутации, на самом деле треть. И мы подумали, что мы вместо серебра будем использовать медь. То есть, мы начали заниматься, но это не очень хорошо пошло. То есть, медь это одна не очень хорошо работала. И потом мы сделали открытие, случайно скомбинировали наночастицы серебра и меди и получили такой очень интересный синергичный эффект, который мы запатентовали. И мы обнаружили, что медь оказывает синергетическое воздействие на серебро. В чем заключается наша инновация? Она вот здесь вот в верхнем слое нашей повязки. Это волокна с наночастицами серебра и меди. И что они делают? То есть, у нас есть специальный полимер. На самом деле это шелк. У него интересные свойства. Он притягивает бактерию к поверхности этой повязки. И на поверхности у нас вот эти маленькие наночастицы, у которых взаимодействие. И они инактивируют бактерию. И в то же время они помогают клеткам нормальным. Они помогают, в общем-то, лучше размножаться. Я вижу, что медицина на самом деле все время развивается. И это совершенно невероятно, какие вещи мы уже изобрели. Все постоянно развивается. Поэтому я верю, что лечение сложных рам станет намного легче. Когда вам положили повязки наши, первые повязки, каково у вас было ощущение? Во-первых, что мы заметили, чуть-чуть меньше стало вот этой жидкости. У меня очень много жидкости выходит. Это, скорее всего, наверное, тоже мешает зарастанию. И сейчас уже вокруг эта кожа раздраженная, тонкая стала от собственных этих выделений. Во-первых, показалось, что стало меньше выделяться. Это буквально где-то после первой перевязки. Потому что я обычно два-три раза в сутки меняю повязки, а тут мне хватало один раз. Микробиологические исследования показали, что этот пластырь как минимум в 8 раз эффективнее лучших технологий, которые используются сегодня. Кроме того, пластырь безопасен. Это подтверждено клиническими испытаниями, в ходе которых раны стали заживать в два раза быстрее. От ран физических мы переходим к ранам душевным. Согласно оценкам экспертов здравоохранения, в 2023 году от депрессии страдало 5% взрослого населения Земли. Депрессия – это болезнь, которая может коснуться каждого. Ее корни могут уходить глубоко в детство, пережитые травмы и неразрешенные конфликты. Нарушения в работе мозга, генетическая предрасположенность, хронический стресс – все это может стать катализатором депрессии. Сегодня мы постараемся разобраться, какие есть новые методы и приборы, помогающие в борьбе с депрессией. Soma Medical – это медицинская компания по производству медицинских приборов. Мы производим приборы для лечения депрессии и других психиатрических и неврологических расстройств. Это разработанный медицинский прибор для лечения депрессий. Мы используем слабые электрические токи для модуляции мозговой активности пациентов, страдающих от депрессии. Так много людей не признают, что у них есть проблема, и они не хотят говорить об этом со специалистами здравоохранения или даже со своими друзьями, так что это большая проблема для общества в целом. Можно подумать, что в Финляндии довольно много сезонных депрессий из-за того, что у нас мало солнечного света зимой. Но если посмотреть на статистику и распространенность депрессий, не так уж эти данные отличаются от страны к стране. Конечно, здесь временной интервал немного другой. А теперь, когда все развивается и модернизируется, один из аспектов, который также может влиять на уровень депрессии, заключается в том, что люди меньше общаются в реальной жизни, у них меньше социальных связей, люди существуют в виртуальном мире, где они на самом деле очень одиноки. Финские изобретатели из команды Soma Medical разработали специальный прибор для борьбы с депрессией. 15 лет назад я уже работал в области исследования мозга и стимуляции мозга, и я был впечатлен возможностями в этой области. Мы начали искать способы, придумывать методы стимуляции, чтобы помочь как можно большему количеству людей. И мы нашли технологию, которая уже использовалась в исследовательских лабораториях, но еще не была популярна в области клинического лечения. Мы все инженеры и наши основатели пришли из медицинской физики и исследований мозга. Проблемы, которые мы увидели в системе здравоохранения, заключались в том, что методы лечения, которые использовались, не были легко доступны пациентам. Большинство технических методов лечения мозга требует крайне высоких технических навыков и знаний, что делает такое оборудование в использовании очень дорогим. Разработанное Suomo Medical устройство для лечения депрессии подает слабый электрический ток через электроды, расположенные на коже головы, оказывая воздействие на определенные области мозга. Цель такой стимуляции — модулировать активность нейронов, что влияет на различные когнитивные функции и эмоциональное состояние человека. Мы создаем это устройство в основном для медицинских работников систем здравоохранения. Сегодня я покажу вам, как использовать ваш терапевтический прибор дома, чтобы вы могли продолжить лечение, когда покинете клинику. Этот портфель вы возьмете с собой. Внутри тут есть все устройства, которые вам могут понадобиться для проведения терапии. Вам нужно положить шапочку, вставить электроды внутрь через отверстия. Когда вы включите устройство, оно измерит импеданс, поток тока от устройства к вашему черепу. Когда отражается число 15 или меньше, значит, можно начать лечение. Затем вы просто нажмете кнопку, и терапия начнется. Это займет 30 минут. И в течение этих 30 минут мы рекомендуем вам заняться легкой интеллектуальной деятельностью. Например, читать книгу, решать судоку, играть на музыкальном инструменте. Делать то, что вы обычно делаете, когда занимаетесь вашим хобби. Таким образом, ваши мозговые сети будут активны во время стимуляции. Около 10 тысяч пациентов уже прошли лечение на данный момент. И примерно у 60% пациентов есть позитивный результат. И симптомы депрессии уменьшаются более чем на 50%. Таким образом, мы действительно можем предоставить альтернативу антидепрессантам, которая не так обременительна для системы здравоохранения. В большинстве стран Северной Европы мы сталкиваемся с нехватками сестер и врачей в области охраны психического здоровья. У пациентов с депрессией есть гиперактивность в левой, префронтальной коре головного мозга. Это где-то здесь. Так что, по сути, мозг не работает так хорошо, как должен работать в этой области. Подавая туда электрические импульсы, мы можем нормализовать работу мозга и облегчить симптомы депрессии. Итак, мозг — сложный орган. И у нас есть химические соединения, которые влияют на активность мозга, а есть сама активность мозга. Использование электричества для лечения расстройств мозга — это очень старая концепция. Так что это не новость, что вы можете лечить расстройства мозга как с помощью химикатов, так и с помощью электричества. Но настоящая польза заключается в том, что побочный эффект этого лечения отличается от медикаментозного. Наше лечение не имеет системных побочных эффектов, которые вы можете получить, употребляя лекарства. Таким образом, это очень хороший вариант лечения для пациентов, которые, например, не могут принимать лекарства или принимают какие-то другие медикаменты, не очень хорошо представляя, как химические вещества взаимодействуют друг с другом. Вот карта, на которой отмечены наши представители. Это примерно 20 стран или около того, большая часть стран из Европы. Но есть и довольно хороший рост в регионах за ее пределами. Наши методы лечения доступны в большинстве стран мира. В Европе вы можете получить это лечение практически во всех странах в вашей местной больнице. Для этого вам достаточно быть взрослым человеком, ведь лечение показано только для взрослого населения. Забота о своем эмоциональном состоянии – это не просто профилактика депрессии, а залог полноценной и счастливой жизни. Все новые технологии и изобретения могут быть полезны только в том случае, если их вовремя применять. Сегодня в Украине огромное количество ветеранов, которые прошли военные действия и получили как физические, так и психические травмы. Эстонский солдат Артем Хейнсар является добровольцем некоммерческой организации «Рука друга» и помогает найти выход из трудных ситуаций в военном Эстонии, которые были в горячих точках. В Киеве мы встречаемся с украинским военным Вадимом Свириденко, который получил тяжелые ранения, но пройдя курс реабилитации, смог не только вернуться к нормальной жизни, но и стал наставником для ветеранов с тяжелыми ранениями. Я участник боевых действий 2014 года, я был участником 128-й бригаде. Сначала поехали под счастье, потом уже нас перебросили под Дебальцево, и дальше уже всем известно, когда наши бригады попали в окружение, это выходы. Четыре дня лежал на морозе раненый, потом попал в плен, и когда уже получил, вернулся, меня забрали в нашу сторону, то вердикт докторов был, что ампутация конечностей, ну это стопы и кисти. Потом долгий процесс лечения в Украине. Начать новую жизнь после ампутации очень сложно. Многие солдаты впадают в депрессию, но Вадиму помогла реабилитация в США, а также предложение принять участие в спортивном марафоне. Я действительно в своей категории прибежал первый, но пахал неимоверно. Это была моя реабилитация на самом деле. Благодаря тому, что действительно я прошел в Америке такое восстановление, и психологическое. Все, когда я вернулся в Украину, тогда я получил... Мне предложили быть уполномоченным президентом Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий. Я и сейчас являюсь им, что эти методики нужно внедрять в себя. И вы знаете, я много раз выходил на старт, я себе говорил, что... Я себе уже все доказал, другим доказал, что это можно. Но я выходил, опять бежал, потому что, чтобы ветераны брали пример просто-напросто. Я тогда сразу говорил, что если я хотя бы одного ветерана подниму своим примером, я буду очень рад. Ну, слава богу, уже эта методика есть, методика внедрена. Сейчас ребята показывают хорошие результаты, потом появился у нас Invictus Games, Warrior Games, и у нас суициды росли. И нам обязательно нужно создавать центр реабилитационный. Уникальный реабилитационный центр занимается не только лечением физических травм, но и успешно решает проблемы психического здоровья, применяя различные инновационные технологии и классические способы лечения. Ну, это же все закончилось в 2014 году. Вся наша жизнь мирная, она закончилась. Просто как врач я стала эту помощь оказывать, и потом она уже с течением этих месяцев, 2014-2015 года, сформировалась в то, что хотелось заниматься именно темой психического здоровья, ну, и неврологической патологии с учетом моей специальности. Это все, что касается закрытых черепно-мозговых травм, акубаротравм и то, что контузия имеет свое название. И потому что эта тема очень, как бы, масштабная среди всех ветеранов и военнослужащих, гораздо больше, чем какие-то отдельные ранения, да, и наименьше реализованная и в Украине, да, и в других странах тоже. Поэтому хотелось сделать такой центр правильного подхода к этому, да, правильного лечения, реабилитации. И плюс вот это место, где мы находимся, у нас была идея объединить всех специалистов под нашей лесовой поляной, как такой тренинговый центр, тренинговую платформу, где мы всех объединяем, аккумулируем здесь свой опыт, свой, международный, проводим обучение с друг другом, все связываемся по Украине, все специалисты. И это очень дает классный эффект, вот такая образуется комьюнити. Даже номерки на кабинетах, мы это делали на мастер-классах с ребятами, а не с пулей, видите, номерки какие, да. Вот, и здесь другие кабинеты, там у нас нейрофидбэк-терапия, это компьютерный метод регуляции эмоционального состояния, он тоже во всех европейских странах и в Америке. Программа компьютерная, которая позволяет управлять программой той же машинка, гонки или, там, бег, только ты управляешь не рулем и руками, а управлением эмоций своих. Да, конечно, как думаешь, как воспринимаешь, так мы устроили. Эмоции, расслабление мышц, дыхание, регуляция. Мне надо, по-моему, по-моему, тоже. И эта штука нейрофидбэком тренируют в армиях натовских, например, многих делают тренировки. Я даже не представляю, что ты просто садишься, вроде с тобой все в порядке, но учитывая твое напряжение и насколько ты умеешь напрягаться, расслабляться, сразу видно это все на экране. Скорость, например, чем ты расслабленнее себе сможешь сделать, тем быстрее машина поедет, например. Это там второй зал терапии, он кардио, там все у нас эти орбитреки, беговые дорожки, другая зона. И, в общем, первый этаж, так можно сказать, физическая терапия. А второй весь этаж, это все кабинеты процедур, психологов, у всех кабинетов свои психотерапевтические, транскраниальная магнитная стимуляция. Это тоже метод не медикаментозного лечения депрессии, ПТСР, известный ТМС такой. Пособирали вот со всего, все как делается в мире, где есть хорошие практики. Просто уже всеми психотерапевтами Америки, ну кто там, досвидники, исследователи, доказано, что человеку в травме недостаточно только вот этой психотерапии и какой-нибудь препарата. Тут надо много всего использовать. И хортикультуральную вот эту терапию с одевництвом, с садоводством. И все эти восточные практики, они круто очень работают. Йога для психотравмы это просто кладезь, это просто кладезь. Ни один депрессант так не поработает. Я тебе скажу, я до сих пор йогой занимаюсь. Это очень вещь. Нет, тут нет, нет, нет. Вообще он сам по себе. Да, я сам по себе. Этим методикам мне еще, когда лежал раненый, мне рассказали. Я реально этим занимался, чтобы в депрессняк не выйти. У нас тоже не очень это принято. Ну, вся эта культура, вот, восточная, так скажем, она просто немножко не наша. Но это же сейчас очень популярно. И это тоже в протоколах лечения ПТСР, депрессии, описано как дополнительные методы. Это уже, ну, как бы официально. Я прекрасно это понимаю, потому что вот эти два вот метода, медикаментозные и психотерапия, это одно. Но человек возвращается обратно к себе домой. Это те же стены, где он испытывал депрессию. Триггер сработал. И, по сути, психотерапия может даже не оказать эффекта. Очень важно вывести из рутины. И показать новый образ жизни человеку, какой может быть. Привычек, всего, устройства. Прекрасно понимаю. У нас же депрессия меняется на агрессию. Это та же энергия. Просто нам вот эту энергию нужно отрицательно переводить в положительную. Как раз вот эти методики и помогают этому делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...